Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Мы сегодня в полном составе. Приехали погулять в замечательное место на Гурске, в водопады. Будем ходить, смотреть что и как. Мы недавно, кто за нами давно смотрит, мы были на горе Хун. Мы туда заезжали на машине. Есть два выпуска. Обзор всей этой башни, горы, что-то можно поделать. И дорога. Посмотрите обязательно. Ссылочки я прикреплю под этим видео. А сегодня мы решили добраться до горы Хун пешком, посмотреть на водопады. Если у нас получится, мы доберемся на орлиные скалы, полетаем на квадрокоптере. Поэтому заваривайте себе чайочек, берите какие-нибудь вкусняшки и давайте погружаться в этот выпуск. Он 100% будет крутой. Не буду вас больше задерживать. Давайте начинать. Погнали! Итак, ребята, выпуск хочется начать с того, что обязательно подпишитесь на канал. Перед тем, как начать выпуск, сделайте репост данного видеоролика. И, конечно, поддержите выпуск лайком. Это очень сильно поддерживает развитие канала. Начинаем. Итак, мы, так как на машине, да, здесь, смотрите, есть парковка. А здесь есть места зоны отдыха. И, конечно, сразу на входе есть туалет, который вроде как бы так себе, но там чисто. Сюда. Сюда, значит, можно приехать на машине, да, как это сделали мы, и пойти в горы дальше по тропе. А можно начать непосредственно прямо от дороги, от побережья, как сделали вот это ребята. Они шли пешком, и там тоже классная территория. Полетаем, посмотрите. Мы начинаем с вами сейчас подниматься вверх, и будем смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, мы начинаем с вами этот прекрасный путь. Я очень надеюсь, что видеоролик будет классный. Мы пройдемся по всем каким-то местам. Здесь шлагбаум, как вы уже увидели. Уже много людей идет обратно. Куча людей идет вверх. Также, как и мы нам уже сказали, что там впереди будет касса. Я уточнил насчет Налика. Вот, ну сказали, что вроде там все у них есть. Ну, сейчас проверим. Итак, друзья, вот мы подходим. Если это можно сказать, такое КПП. Здесь есть вот такая вот челаун-зона. Да? Вот, с таким шикарнейшим видом. Это вот, видимо, начинаются уже каньоны. Посмотрите, как классно. Вот. Так, наша задача... Наша задача сейчас с вами купить билетики. Вот. И начинаем путь вывеска. Огурские водопады. Правила посещения. Давайте вот так вот я вам оставлю их. Нажмите на паузу, почитайте. Природные... Вот что здесь вообще есть. Кайфно. Так, ну а мы с вами начинаем с вами путь. Сейчас посмотрим еще маршрут. Так, калитка, видите, посещение платное, касса. И вот что у нас есть. Та-та-та-та-та-та-та. Вот, начало маршрута. И вон туда пошла история. Так, среднее время 2 часа, 1,5 километра. Класс, уровень сложности маршрута средний. Ну что, пацаны, вы готовы? Парни. Все, значит, мы... Ну что, друзья, мы попали с вами на этот маршрут. Значит, вход 200 рублей взрослый нам выдали вот такие вот билетики, дети, бесплатно. У нас шли дождики, поэтому здесь такое покрытие, ну, так себе сказать, скользковатое и грязноватое. Но реки, на мое удивление, сейчас уже в горах хорошие и чистые. Поэтому, друзья, если у нас получится и будет чистая водичка, мы вместе с вами обязательно искупаемся в одном из водопадов. Я видел, что там это делают. Ну, в общем, я надеюсь, у нас получится... Нет, Родиончик, не ты. Посмотрите, какая здесь интересная природа. Как тут круто. Слушайте, это что-то невероятное. Как тебе? Здесь вот эти камни, они скользкие, учитывая, что прошел дождь. Ты маме дай руку. У меня только одна рука свободная. Значит, смотрите, здесь заборчик. В принципе, пока достаточно безопасно. Но в целом, если с детьми, конечно, их лучше держать за ручку, вот как это делаем мы. Какой здесь воздух, какая у нас сегодня погода. 25 градусов, ребята. Сейчас я скажу... Подожди, Родион. Сейчас я скажу сегодняшнюю дату. 7 апреля, представляете? И у нас наконец-то наладилась погода. Есть вот такие лавочки, можно посидеть, отдохнуть. Ну, не знаю, зачем они, если это только начало маршрута. Ну, возможно, кто-то и уже устал. Да, из-за дождей, из-за дождей покрытие получается в дороге не очень классно. Сейчас послала девчонка на нас, и у нее прям ботинки все такие грязные-грязные. Но посмотрим, что будет с нашими ботинками. Блин, друзья, природа просто великолепная. Самшиты, поют птички, вы, наверное, слышите. Я потише буду говорить, чтобы вы слышали эти звуки природы. Так. Здесь случилось обрушение, видимо, вот тогда, когда шли дожди. Видите, как это все перевернуло? Аж туда за забор проломило ограду. Да. Слушайте, выглядит, конечно, это жестко. Но, конечно, вот вы можете увидеть, да, вот эта вся грязь, получается, сходила. Ну и видимые деревья, все туда жахнуло. Ладно, мы идем дальше. Гляньте, друзья, какие здесь скалы мхом покрытые. Все мокрое, потому что, да, шли дожди. Вон оно все, все в воде. Я уже вижу первый водопад, как он хлещет. Вон он. Класс, слушайте. Очень и очень круто. Сейчас мы с вами туда подойдем поближе. Давай вот эту ручку. Да, детвору за руку. Скользко, ребята, но тепло. Посмотрите, цвет воды. Водичка стала чистая, и это хорошо. Я не знаю, были ли здесь вот так вот деревья поломанные. Может быть, это вот как раз в этот отрезок получилось, когда лили у нас дождики. Вот это, друзья, называется Чёртова купель. И дальше направо получается продолжение маршрута. Здесь есть лавочка. И, видимо, вот отсюда, когда идут дожди, тоже спускается вода вот с такими огромнейшими скальными камнями. О, как тут прохладно. Раз-раз в воду. Давайте потрогаем. Ну, слушайте, холодно. Купаться, конечно, сейчас очень будет холодно. Да, посмотрите, как это выглядит. Просто великолепно и шикарно. Руку. Настя, бери одного. Родион, маме руку дай. Дай, Настя, я тебе говорю. Да, ребята, лучше, конечно, переезжать утром. Людей будет меньше. Мы вот, получается, уже попали, во-первых, тепло. Во-вторых, ну, время уже такое. Мы проходим. Вот, можно заметить, прям с грудничками. Поэтому без проблем. Так, все, вы остаетесь тут. Оставайтесь тут. Маме, дай руку, я туда пройду. Итак, друзья, мы вместе с вами сейчас пройдем чуть туда вглубь. Здесь есть какой-то канат. Да, слушайте, тут скользко такая есть пещера. Небольшой водопадик. Попробуем с вами сейчас пройтись. Вот так вот поэкстремалим. Ух ты. Слушайте, да, да сюда на самом деле можно, я думаю, что и с детьми спуститься. Вот так вот мы с вами сейчас. Слушайте, какая красотища-то. А открывается тут. Здесь, наверное, когда еще вот чуть-чуть переждать. И будет так круто, что здесь можно, я думаю, даже и прыгать. Смотрите, как классно. Давайте я еще спущусь немножко. Главное, не поскользнуться и не упасть. Гляньте, какая красота, ребята. Вот так называемый, да, первый, наверное, водопад. Пещерочка какая-то уходит. И русло, получается, каньона туда пошло. Итак, друзья, мы продолжаем с вами маршрут. Дальше дорога идет, тропа, дорога вверх по указателю. Поднимаемся. Вот сразу можете заметить, да, какой перепад мы сейчас совершаем. Как бы из низа поднимаемся вверх. Так, здесь какая-то есть поляна дружбы. Я что-то не совсем понял, куда нам идти. Либо в ту сторону, либо в ту. Так. Сейчас мы с вами здесь осмотримся. Есть поляна дружбы. Есть вот подъем здоровья. Так, а тут у нас по вот этому сухому каньону тоже можно куда-то туда вглубь пройти и попасть в пещеру. Здесь тоже уходит какая-то тропа туда. И написано, что проход только в спортивной обуви. Но нам, походу, нужно идти вот сюда. Пойдемте. Пойдемте дальше. Итак, ребята, пока мы поднимаемся, я хочу немножко рассказать вам, что мы приехали в октябре зимовать в Сочи. И до июня мы будем тут. Поэтому подписывайтесь. Мы каждый день стараемся для себя в Сочи открыть какое-то новое место. И с вами этим поделиться. Этим, как бы, я думаю, что интересно, что, находясь у себя в городе, вы можете смотреть наш канал и изучать Сочи, а потом приехать летом сюда в свой отпуск и составить даже свою уже карту маршрута, план, где вам побывать. Поэтому подписывайтесь и делайте репосты в свои социальные сети нашей видеоролики. Итак, мы поднимаемся. Вот тут обрыв, получается, заграждений никаких нету. Камушки, природа великолепная. Наверное, я буду в этом видео говорить это очень-очень много, потому что здесь по-настоящему, ребята, очень красиво шумит река, которую мы с вами видели. Дальше поднимаемся выше. Так, ребята, тут, видите, начинается уже часть стропы, которая... Артем, подожди, пожалуйста, отпусти, огорожено. Ух ты, как вырвало дерево, гляньте. И вот она, река. Слушайте, перепад высоты достаточно. Ну, такой крутой. То есть, видите, мы вот оттуда снизу прям спустились и уже прям на гору забираемся. Но в целом все достаточно сделано комфорта. Да, нужно ходить летом, потому что, видите, светит солнце. И плюс гора в гору. И да. Но в любом случае, ходить в горы, это обязательно нужно делать. После этого бежать к морю, купаться. Классно. Это правильная жизнь. Сто. Фу, сто процентов, друзья. Смотрите, здесь какие цветочки цветут. Синенькие. Так. Вот это, наверное, еще к лету все так распутится. Здесь будет более... Здесь все зеленоватое. Фу. Красиво. Всякие мошки летают. В глаза лезут. Ну, тут вот такая тропа, видимо, вот кто-то срезает. Быстренько тукшук, чтобы вот этот круг не делать. Классно? Да, лучше всего идти очень медленно. Потому что 2 километра в горах нужно умножать на 3. И однозначно... Ну, там сколько? Полтора километра было написано. Соответственно, полтора километра можно умножить на 3. Это вам не по ровной дороге ходить. Дороги в горах это... Фух, особенно. Гляньте, как... Река течет и там такие барашки. Ох, класс. Так, ребята, мы с вами подходим... Так, я думаю, это прям какая-то достопримечательность. Это просто... Какая-то... Постройка. Сейчас посмотрим, что это. Поднимемся. Это, видимо, родник, но не родник. Нет. Так, вот есть лавочки. Можно сесть, отдохнуть. Садитесь, отдыхаем. 5 минут. 5 минут отдых. Садись, садись. Какие-то магазины. Вот такая нормальная табличка радост туриста. Привал. Все, немножко отдохнем. Да, мы что-то такой. Много с детьми, прям с грузничками идут. Да, видимо, скада на ручках уже спят. Да, молодцы. Потому что мы раньше то, что ходили и таскали детвору на руках. Походу, походу, мелко. Здесь такие, короче, скалы. Это, короче, такой разлом, такое ущелье. И вот посмотрите, насколько мы повысоко забрались. Где-то там внизу даже не видно. Течет река, но ее слышно. Где-то скоро перед нами будут водопады. Почти, вот сколько мы идем, почти везде забор. Вот такой вот серый. И пока мы идем, ребята, только вверх, вверх, вверх. Еще раз вверх. Да. Пока что еще не было вверх. Вон, посмотрите, какая высота. Вообще не видно реки, насколько это высоко. Это, конечно, класс. А вот сейчас мы подошли с вами к табличке, которая называется «Верхняя точка маршрута». То есть я понимаю это так, что мы сейчас находимся на самой высоте. Ух ты, что здесь открывается, гляньте. Реку видишь, Тём? Да. Красота. И дальше, друзья, у нас дорога идет вниз. Ну и дальше будем смотреть. Прям из скал растут цветы. Видите? Красота. Слушайте, как здесь страшно красиво. Просто нереально. Кто-то же нашел все эти тропы когда-то давно. Кто-то же впервые прошелся по этим тропам, проложил здесь маршрут, заморочились, поставили вот эти все перила. Да, если не перила бы, идти, конечно, было бы вообще опасненько. Нет, это просто река, Настя, шумит. Артемочка, не подходите к краю. Но посмотрите, еще туда вверх можно, ну так сказать, подниматься своим ходом. Но мы идем по маршруту. Класс. Так, ребята, посмотрите, здесь такое прям укрытие от дождя, если вдруг застала непогода. Но, конечно, лучше в непогоду в таком месте не находиться, потому что с гор могут сходить к селе. А я хочу вам показать вон скалу. Скалу, смотрите, вон там наверху, да? И на самом верху стоит сосна. А, если туда, конечно, можно каким-то способом добраться, это очень крутая локация. Так, меня даже мои обогнали. Гляньте, скалы здесь зелень, а там скалы. Вот сейчас мы идем в теневой зоне, и достаточно здесь свежо, здесь уже становится комфортно, не так жарко. Но как только ты попадаешь в место, где на тебя лупит солнце, то вообще очень жарко. Гляньте, как классно. Вон там такая часть реки, такая очень спокойная. Не знаю, спустить сюда можно, не можно. А там начинается прям бурный уже, такие, бурный такой участок. Мы спустились с вами, получается, как бы чуть ниже, а сейчас вот опять пошел такой достаточно резкий, друзья. Ух ты, подъем в гору. У Настенька очень полезно по горам, особенно в беременность, когда у тебя 20 недель беременности. Поэтому, ребята, если вы думаете, что невозможно, возможно, вот мы ходим, Настенька, 20 недель. Посмотрите здесь, как ушла дорога, я вам покажу. Очень опасно, друзья. Вот, все проломило. Это вот, видимо, когда сходят вот эти сели, видите, прям такой маленький небольшой кусочек, вот оттуда все это сходит. Вот такие камни, видишь, ленточками оградили. Сейчас туда пройди, и вот вы можете увидеть, что там прям лежат остатки забора. А вот это пиковая точка сосны. О, тут вот, видите, все капает. Я говорю, у меня дух захватывает, я когда вот эти массы все вижу, это вообще что-то нереальное, да? Вот еще одно дерево, которое, видите, вырвало. С корнем. Здесь в какой-то достопримечательности одноглазое дерево. Не знаю, почему оно так называется, но оно, да, и невысокое, как будто бы его там спилили, но вид отсюда открывается огненный. Мне все это сосна покоя не дает. Да, очень красиво. А эта сосна на скале не просто так мне давала покоя, потому что это, оказывается, вид на орлиные скалы. То есть вот как раз туда мы с вами и двигаемся. Вот так вот. Ладно, идем дальше. Родион, дай руку скорее. Видимо, мы с вами пойдем как раз вот до той вершины. Как раз это и есть орлиные скалы, оказывается. Ничего себе! Это как же нам туда попасть? И это так высоко находится? Ладно. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Тропа сейчас уходит все ниже и ниже и ниже. То есть нам нужно куда-то наверх, а тропа куда-то идет вниз. Здесь есть такая локация, называется царство мха. Здесь, видимо, может сфотографироваться. Так, у нас все, Артем никак не успокоится. Везде куда-то лезет и лезет. Ну, не знаю, насчет царства мха. Видимо, ну да, учитывая, что знаете, как там все скалы были голые, да, вы можете заметить. А здесь каждая скала, подожди, Родион, покрыта вот таким вот мхом. Это как будто бы самшитовые леса вон там вверху. Продолжаем с вами двигаться. Видите, мы уже с вами все ниже и ниже спускаемся, уже вот даже подходим к реке. А тут вот деревья, видите, которые тоже с гор приезжали. Их вот так вот напиливают на пеньки и очищают вот так вот дорогу. А сейчас мы с вами вот подходим к такой локации. Называется Живая арка, очередная фотозона. Здесь есть лавочка. То есть, что представляет из себя арка? Это просто дерево, которое стало вот таким. Начинаем двигаться с вами дальше. Да, здесь уже, можете заметить, да, нету никаких заборов. Ну и падать, если что, недалеко относительно того, где мы с вами проходили. Здесь, в принципе, и особо не скачете никуда. По правую руку лес, по левую река, орлиные скалы. Слушайте, меня вообще впечатляет то, что вот на скалах, вон там, на самом верху растут такие огромные сосны. Это, я не знаю, мне кажется, камера, она так не передаст этой всей красоты. Да, природа, ребята, великолепная. Наверное, не перестану сегодня это говорить. Мы с вами подходим еще к одной локации. Видите, оно все вот так вот помечено. Называется Слезы Прометея. Я не знаю, что значит Слезы Прометея. Это, видимо, вот эти булыжники. Слезы Прометея. Но если бы не вот эти все табличечки, я бы, возможно, просто, так сказать, мимо проходил бы и не зацикливался. Меня, конечно, больше всего поражают вот эти все деревья, которые с гор спускаются. И понимая, насколько, какая жесткая мощь горы все-таки захватывает дух от всех этих масштабов, друзья. Я решил спуститься немножко вниз. Своих здесь припаркую. А сам немножечко спущусь. Хочу посмотреть на реку. Да, видите, здесь тропинка туда уходит. Давайте немножко с вами поэкстремалим. Все-таки пройдемся, спустимся, поглядим, как это. Оп-оп. Да, слушайте, гляньте, как здорово. Вот здесь можно также аналогично, наверное, и подняться вверх. Так, и с вами подходим... Ох ты, ящериц, как много здесь. Подходим с вами вот к такой локации, друзья. Здесь можно спуститься вниз. Я даже вижу, что есть стульчик. Слушайте, наверное, надо даже своих забрать и сюда спуститься. В принципе, здесь можно это сделать. Сейчас так и сделаем. В общем, друзья, нет, я решил сначала спуститься сам, чтобы точно убедиться, что здесь нормально. Но, как вы можете заметить, что склон спуска достаточно, ну, вообще прям экстремальный. Как я буду забираться обратно, я пока не придумал. Но нам самое главное с вами сейчас изначально спуститься. Ух ты, слушайте, куда мы с вами попадаем? Какую красоту! Гляньте, ребята, какие тут виды великолепные! Такая плотина образовалась из деревьев. Мы даже можем с вами сейчас немножко даже развернуться. Вот так вот. И пройти даже, наверное, на ту сторону реки. Ну, попробуем, да, во всяком случае. Камни, в принципе, твердые. Гляньте, какая красота! И вот так пошло туда ущелье. Да, слушайте, перебираемся сейчас с вами через реку на ту сторону. Опа! Не знаю, насколько у нас с вами это получится. Какая красота! Так, мне нужно опрыгнуть на этот камень, и он, походу, скользкий, и сразу на тот. Ладно, пробуем. Ух ты! Получилось! Хе-хе! Отлично! Опа! Ну что, мы с вами на той стороне реки. Подойдем сейчас поближе к водопаду. Если его так можно назвать, да? Он там проходит мост, то есть мы сейчас попадем с вами на этот мост. Бить не буду, вода все-таки еще мутноватая, учитывая, что дожди были. Пойдем обратно. Наша задача сейчас, в общем, вернуться и попасть на вот этот мост. В общем, друзья, добрался до своих. Сейчас мы продолжаем путь, то, мы сейчас должны попасть на мост, который мы сейчас с вами видели. Да, и тут, конечно, очень много людей. Кто-то возвращается обратно. Очень много людей с детьми, очень много людей в возрасте, что им за это вообще отдельный респект. Давай руку, хватит прыгать. Так, вот как раз и мост, про который я говорил. Так, давай вот так аккуратно, Артем. Так. вот так вот проходим, проходим. Так, и вот он мост, да? Там сейчас, конечно, достаточно людей. Есть лавочка. Фу. Так, а где водопады? Не бегай, нельзя бегать. Где же водопады, друзья, ради которых мы пришли? Где они? Попадаем на мост. Вот там, где мы с вами только что были. Вот. Справа, получается, можно по руслу прогуляться вверх. видимо, там где-то сейчас откроется нам вид на водопад. Да, походу там он и есть. Ну да, друзья, вот и сам водопад. Пойдемте ближе. Вот отсюда открывается вид на водопад, но мы сейчас с вами попробуем подойти ближе куда-нибудь на те камни по экстремалям, поэтому не переключайтесь. Здесь есть вот такие зоны и спуск к водопаду. Аккуратно, Артем. Монтерила, держись. Так, а мы с вами сейчас пойдем прямо на камне вон туда вглубь. Сейчас пока вот сюда спустимся. Я здесь своих оставлю и вместе с вами пройдемся как можно ближе. Да, места здесь бомбические. В общем, ребята, с этой локации фотки получаются клевые. А мы с вами сейчас пойдем по экстремалям, попробуем пробраться по камням на ту сторону. Артем, там проходить не надо. Да. Оп. Вот так вот по мокрым прям камням. Здесь сразу такие пороги начинаются. Главное, чтобы камни не шатались, а то будет вообще огонь. Ой, они шатаются. Жесть. Блин, какой вид. Прям подходим, прям все ближе, ближе к водопаду. Я бы прям реально бы искупался. Кайф, на. Что скажете, ребята? Пишите комментарии. Ну что, друзья, полетать здесь не получилось. Почему-то дрон не поднимается свыше 30 метров. Но покупаться мы с вами покупаемся. Я готов. Тут уже на пляже один чувак поддержал меня. Он искупнулся. поэтому я, короче, тоже готов все поддерживать. Выпуск обязательно лайком. Мне кажется, вода холодная. Но посмотрим. Настеньке камеру отдаю. холодная, холодная, конечно. Артем, близко не подходите. Пацаны, за вас. Все. Давай. Я холодная сильно, даже для троги. Одного раза недостаточно, надо второй раз, и тогда... Папа, можно еще? Ударился, что ли, где-то? Ударился? Да, куда залазило, а? one day, yeah, yeah, I'm looking for answers, I've been looking for answers, I've been looking for answers, так, ребята, вода холодная. Летом, наверное, здесь будет очень круто. Обязательно с вас лайк, репост данного видеоролика в своей социальной сети. Обязательно приезжайте в это место, особенно, когда здесь будет тепло, вода прогреется, и купаться будет вообще кайфно. Можно сплавать прям до водопада, но сейчас мы прям холодно. В общем, вот эти ребята изначально меня спровоцировали на покупание, но они, конечно, жестко. Прям до водопада поплыл, блин, вода холодная, у меня все сводит. Они, конечно, молодчики. Да. Ну что, друзья, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Как вам? Пишите свои комментарии, ставьте лайки, делитесь данным видеороликом в свои социальные сети. Я хочу сказать одно, что будет обязательно вторая часть этого выпуска, когда мы снова сюда вернемся, будет чуть теплее, и мы пойдем туда с вами выше, и попадем, скорее всего, в пешему маршруту на Орлиные скалы. Поэтому обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить данного видео. Я с вами прощаюсь, до новых выпусках. Увидимся с вами уже завтра, друзья. Пока.